Цыганы шумную толпой по Бессарабии кочуют. А вы куда едете? Я говорю, к Андрею Макаревичу. Да, передавайте привет. У нас сегодня просто молдавский стол. Душевный. Поймать перепела, оторвать у него яйца. Я сам тебе завидую. Ручоночки-то убери. Я понял, дистанцию надо соблюдать. Музыкальное вино специально для музыкантов. Это поважнее торта будет. Это наш торт. В Трансильвании и в Румынии едят более жидкую мамалыгу. Вот грамм Дракула любил жидкую. Хороший юмор, хорошая музыка, хорошие блюда. Кита Белко Ультрамокс. Всем привет, друзья мои. Всем, кто меня видит и смотрит, это программа СМАК. Не забывайте подписываться на нас и ставить нам лайки, ибо мы этого заслуживаем. У меня сегодня в гостях человек, который специально ради этого приперся из Молдовы, я считаю, что это героический поступок. Это лидер совершенно бешеной команды, которая называется Сдоб-Шель-Сдуб. Его зовут Роман, фамилия ему Егупов. Думаете, он глазки спрятал, потому что он там вчера набухался? Нет! Я сниму зоночки. Глазки нормальные. Или это что, лук резать? Нет. Скажу вам больше. Он приехал не один, а с красавицей женой. Но она предполагала спрятаться. А ну-ка, иди сюда. Иди-иди. Представь свою красавицу жену. Каролина. Байтенко. Благодаря тебе я научился практически варить самое главное блюдо молдавское. Это заму. Или зама, или зяма, или курина. Душа народа. Зяма, а ты по-еврейски. Точно, точно. Да. Это блюдо, без которого не обходится, но буквально ни один обед. И вы когда приезжали в Кишинев сейчас с прекрасным концертом к 50-летию. Я заметил, что после концерта ты ел заму. А ты знаешь, мы пальцем в небо на него попали. Нам понравилось словосочетание. Зяма. Вот. Оказалось, это нежнейший куриный супчик с вермишельчиком домашний. Домашний. Но фокус в том, что, например, у нас куриный бульончик с вермишелью, никогда не кладут сметану. А у вас кладут сметану. И там еще был какой-то компонент неожиданный. Вот смотри, называется это борщ акру. Кто знает латынь? Это как бы кислый квас из-за трубей. Точно, туда добавляется кислый. А можно как самостоятельный напиток существует? Нет. Ну это слишком кислый. Можно попробовать. Нет, просто попробовать. С бодуна можно немножко, я думаю, глоточек сделать. Потому что, ну как, был кислый квас всегда. Ну, существует множество вариаций, как мы понимаем. Допустим, я рыбак. Андрей, я знаю, ты тоже рыбак. Вариации ухи. Ведь миллион, понимаешь? Так, так же и вариации замы. Кто-то уложит немножко сметанки. Кто-то кваса. Вот еще, это очень важная травка. Кисел. Кисел. А крошечку на таком не сделаешь? Не, не, не. Вот еще специально мы взяли травку, которая для замы. Без нее нельзя. Любесток. Любесток, да. Это называется на молдавском леуштян. Он для борща настоящего вообще незаменим. Леуштян. У нас даже не подается. Класс. И еще для замочки это чимбур. Я молдавский. Чебрец. Чебрец. Чабер? Чабер. Чебрец, чабер. Все с базаром. Прекрасно, слушай. Они все прежде собой, безумцы. Ничего, нормально. В прошлый раз мы на паровозе. Они и вина привезли. Вина привезли. Ну, а как же молдавское застолье без вина? Это как здесь безумцы. И орехи тоже. Помидоры. Помидоры. Самые дорогие, еще живые, еще с осени сохранили. Тоненькой шкуркой, тоненькой. Можно прям порезать. Смотри, давай вот просто смело себе. А ну, просто. Должны пахнуть помидорами. А ну пахнут? Ну конечно. Да, делается крупной солью чуть-чуть, понимаешь? Вот в этой руке должен быть стакан молдавского вина расположен. Будет. Знаешь, сколько тысяч людей мне сейчас завидуют? Я сам тебе завидую. Я обожаю натуральные чипсы. Половинка, попробуй. У нас тоже была презентация. Они говорят, Рома, Рома, ты на саундчеке? Я говорю, да ты че? Я еду в Смак. Я на базаре с авоськами. Я говорю, помидорки сюда, это сюда, Леуштян. А вы куда едете? Я говорю, к Андрею Макаревичу. Да, передавайте привет. Гагашарчики, настоящие, свежайшие. Грунтовые. Абсолютно. Как они пахнут. Я поэтому и вез все в своем любимом гастрольном чемодане. А чем они отличаются от обычных болгарских перцев? Попробуй. В принципе, у них фактура другая. Давай, Рома, порежь. А еще мы взяли, мы сегодня у нас... Это подводку. Ребята, правильно. У нас сегодня просто молдавский стол душевный. Вот я орехи захватил, чернослив забыл. Ничего. Это обалденная штучка. Ну это, знаешь, баклажанчик. Конечно, смаринованные, да, всякой капусточкой. Это уже подводку. Ну что, сегодня у нас в меню, значит, мамалыга. Это солнечная каша коренных жителей Нового Света. Скажем так, мамалыня. Ее надо мешать все время. Да, абсолютно. Зама. Зама. И закуска гайдука. Поехали. Режем лучок, режем овощи и делаем... Если ты можешь подключиться, допустим... Петрушку почистишь? Нет, можешь нарезать баклажанчик. А ты считаешь, что его еще надо резать? Нет, просто вот так. А, никако. Чтобы кусочки было удобно в рот брать. Ну да, я понимаю. Хух, слушай. Ну как тебе ножи? Отлично. Главное себе палец. Мы сегодня удивление такое испытали. Ножи прекрасные. Говорю, вот такие ножи на кухню, радость готовить. Наблюдал, как Ваня Урган здесь ловко нарезал овощи. Он собака руками владеет. Невероятно. Так, это я тоже... Невероятно. Но у нас еще одна радость, нечаянная в команде. Ты же, Ипата, вот знаешь Кириллку, перкуссиониста? А ты знаешь, он профессиональный повар по образованию? Не знал. Ты знал, что он был шефом одного из крутейших ресторанов и туристов в Питере. Шеф? Да. И у него в пальчиках все осталось. Вот как он работает ножичком. Я тоже поступал... А я смотрю, смотрю. Я поступал в кулинарное училище, но начал поясничать. Ко мне подошли с комиссией, говорят, молодой человек, вам не сюда. Вам не в этот курс. Вам в театральный. Да, типа того. Вам в театральный, вам не сюда. И меня не взяли. Может быть, это тебе повезло. Смотри, как я красиво порезал. Супер. Вот видишь, что значит нож? В чем дело? Ножи. Главное на кухне нож и доска. Ножи. Да. Это ножи. Друзья мои, если кто-то из вас, проявляя разум, захочет приобрести восхитительные кухонные ножи Samura японского производства, это можно сделать в интернете. А если в окошечке промокод вы при этом наберете слово MACAR латинскими буквами, будет вам скидка 15%, что немало. Когда же мы будем делать супчик Зиаму? Вот сейчас уже готов бульон. Бульончик готов. Бульончик готов. Знаешь, что нам нужно? Нам нужна сковородочка. В этот раз мы делаем Заму без картофеля, к сожалению. Вот мы просто-напросто как-то профукали его в рецепте. Но в принципе главное не это. Главное куриный бульон, главное специи, зелень, сама курочка замечательная. Я тебе вот что скажу. У меня к картошке отношение такое. Я ее, скажем, очень люблю в сочетании с селедкой. Но если мы говорим о супе, вот если у нас есть возможность в суп картошку не класть, я этой возможностью пользуюсь. Я не кладу картошку в борщ. Я понял. Я не кладу картошку в щи, я стараюсь не класть ее в куриный сыр. Так что это не зря картошку не купили. Она тупит. Недавно он мне прислал знакомый йог. Первая строчка хорошая. Недавно мне прислал знакомый йог. Я его очень, я его очень люблю. Он мне прислал такой ролик, ну там как бы картофель, вот тут тупит и так далее. Но я немножко так стреманулся и подумал, что-то Леня перегнул, уже как бы, ну немножко перегиб. Я думал, ну всю жизнь съедят картошку. Ты знаешь, что, Перу меня не удивляет. А вот ты знаешь, что в Бельгии 40 сортов картофеля, да? И они относятся к картошке как к винограду. Это картошка варить, это пюре, это для пирога, это для супа, это жарить. Это точно, так оно и есть. Я им сказал, что у вас много картошки в кухне, они так обиделись. Потому что картофель же не был в Европе. Он был завезен сюда, он был из Южной Америки. Но пока в Европе-то он прижился хорошо, он к нам потом был завезен. А сколько ты видела сортов кукурузы, расскажи. О да, это то же самое. Потом мы проехали по Молдове, по Румынии, и Карина говорит, как уныло выглядит кукуруза у нас. Это не ее родина, я видел ее на родине, какая она свободная. Не, ну какие там початки, озерна вот такого размера. Или в Кентукки, езжайся. Да, очень интересно. Берем сливочное масло. Так, где у нас ножичек? Все. А вот зама, подожди. Бадуна идеальная. Здесь, казалось, у меня тут стоял казан для... Казан я убрала, потому что нам нужно сделать пассировку. Давай. Да. Пассировку чего, дёрен? Нет, пассировку лучка. Да, и овощей, корень. Это для мамалыги? Нет, это не для мамалыги, это для замы. Чуть-чуть масляца. Для замы. Давай мой лучок туда высыпем. Солома. Да, пожалуйста. Невероятно. Даже не знала, что ты так можешь... Это не я, это нож. Солурайский. Камера делает с людьми чудеса, понимаешь? Действительно, слушай. А он все говорил, не умеет лук режет. Я, кстати, недавно слушал замечательные притчи Гребенщикова на ночь после концерта, не мог заснуть. Вот там у него была такая притча замечательная про две снежинки, обалденные. И вот что-то про самурая. В моменте про самурая я заснул. Заснул. Благотворное действие притч. Обожаю. Это петрушка? Да. Вот так много ее надо? Петрушка. Не так много, но Рома так увлекся, ему понравилось играть. Слушай, мне нравится. Андрей, если ты свободен, ты можешь просто красиво нарезать помидоры и гагашары, это будет закуска гайдука, и ломтиками брынзу. Ага. И морковочку. А я сейчас быстро все. Вот сюда меня, пожалуйста. Все, все миленько, отлично. Отлично, Рома. Я помню, в прошлый раз мы приехали на паровозе, привезли с собой волшебного дедушку, который играл на рыбьей чешуе. Да-да. Да, Любомир Йорга. Йорга. Слушай, а гагашары дольками режутся? Да. Да, долг. Дольками, то есть на четыре и еще можно. Вот таким. Вот так, да. Да, совершенно верно. Вот, и мы в гостях, у вас была семья Эрденко, это Радочка была. Мы готовили цыганский борщ. Какая у тебя память, а? Ты на мне петрушку, а ты морковка, извиня. И я потом вез твои подарки в паровозе. Мне говорят, что это такое? Я говорю, это плита, это вытяжка. Да, вот были времена. Гостям, кому по плите, кому по вытяжке. Эти времена прошли. Так что, может, зря вы так радостно, перлишь-то через полстраны. Не, абсолютно. Я ценю общение, это мне дороже всего. Юмор, живое общение. Ну что, подарки. Подожди, а подарки приятнее всего делать? Совершенно верно, согласен. Согласен. Я всегда подходя к артисту, помню, где-то был на гастролях. Подошел к Надежде Бабкиной сфотографироваться. Я так говорю, извините, мы тоже артисты, можно сфотографироваться? Она говорит, пожалуйста. Я так встал и ее за плечо взял. Она, ручоночки-то убери. Я понял, дистанцию надо соблюдать. Конечно. Конечно. И вот с того момента я подумал, ну что нужно артисту? Просто сказать теплое слово. Спасибо за творчество, спасибо за музыку, за кино. Если можешь ему подарить торт на день рождения, который мы забыли, кстати. Слушай, не переживай, я думаю, что торт был бы уже лишним. Природа сама распорядилась. Зато вы привезли сколько бутылок. Это поважнее торта будет. Это наш торт. Торт вон у нас пошел, вышел, купил. Ты знаешь, что у нас на завтрак едят в Сороках? Сороки – это цыганская столица Молдовы. Так. Торт. На завтрак. На завтрак, да. Вот собаки. Скажи, а ты себя ощущаешь цыганом? Ну, в смысле, кочевья, да. А вот так как-то подумаешь. Есть, есть, есть. Вот это беззаботность, гордость. Есть, но гордость вряд ли. Выкладываем пассированные овощи. Ну, давай. Вот так вот. А, еще очень важно. А ты, если вы варите вот молдавскую заму или куриный суп с домашней лапшой и с квасом, я уверен, что здесь тоже можно найти квас. У нас, понимаешь, у нас продается квас, но он большей частью такой, как мы привыкли, сладкий, но квас. Так, лошадь. Я думаю... Кислый квас, но надо искать, наверное, есть. Еще очень важный момент, нюанс, это курочка должна быть домашней. Вот как раз курочка. Когда меня угощают с вами заводской курицей, такой с фермерской, ну, как бы... Ну, можно купить курочка на рынке, знаешь? Совершенно верно. То я говорю, да, это хорошо, спасибо большое, но все-таки домашняя курочка, это особый вкус. Это очень важно. Я просто ее... Я помню, вот как я смотрел Ширвинда младшего, как он здесь тоже курицу разрывал, разделывал. Энергично. Я как табаков, который везде возит свои помидоры. Почему табаков? Ну да, он возит масло, у меня тоже масло с греческого острова, я тоже ввожу все с собой и в этот раз захватил практически все. Ну вот наша закуска. И брызочку тоже надо. А, брызочку. Ломтиками вот так. Сейчас, 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 конечно. Ломтиками в центр. А лапшу, лапшу мы добавляем в конце. Вот у нас есть классная лапша. У нас уже пошло все в такое. А, Рома, ты не поврезал немножко перчика, миленько? Сейчас. Вот есть вот такая, смотри. Таице и дикасе кууди припелице. В общем, домашняя лапша на перепелиных яйцах. Это представляешь, что они творят, да? Поймать перепела, оторвать у него яйца. И дальше что? Это непростая такая молдавская затея. Нет, сначала говорят, укради кастрюлю, да? Нет, это цыганский борщ. Да. Сначала укради кастрюлю. Рецепт цыганского борща. Цыган мы не будем обижать. Мы очень их любим, особенно дружим с артистами профессиональных цыганских семей. Крупную солью посыпать или не надо? С Лилей, с Лешей, с Радой, с Колей. Посыпается крупную солью помидоры или не надо? Не, не надо. Брынза соленая. Еще зелень нужно порубить, Рома. Ты вот эту лапшу сюда. Сюда, да? Да. Для красоты? Чуть-чуть, да, можно зелень. А вообще нам нужна еще взяму. Зелень? Зелень, да. Вот она. Петрушечку. А укропчик есть? Есть. Слушай, я сделал умнее всех. Я просто взял жену с собой на смак. Это классно. Я немножко добавил для... О, вот, 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 вот. Ты добавил щедрости цыганской. Точно. Потому что это три кусочка, это так местечково, конечно. Вы знаете, сыра совсем нет. А мне потом говорят, Рома, ну что ты опять поддерживаешь МИП, что в Мессаравии и в Молдове... Укроп-мородия. Мне нужно еще напитать на вас. Живут только Ромы. А я говорю, нет, это не я. Это Эмил Латяну снял замечательный шедевральный, самый красивый, по-моему, романтический фильм «Табор уходит в небо». И Пушкин, будучи в ссылке, написал замечательно... Начал Евгения Онегина. Ну, не Евгения Онегина. Цыганин, а он начал... Цыганин, а он начал... Сейчас надо... Вот! Все равно. Вот это, но ты закрыла всю... Всю брызь. Нет, 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 брызь видна. Видна? Да, солнце, грязь не забросаешь. Действительно. Так, все, это готовое блюдо у нас. Вот. Дай-ка вот сюда. Это замечательно. Так, какую бутылку открываешь? Это здорово. Ромак. Ну, если эту мы с Сашей... Аутор это твое. В день рождения прошедшего будь здоров. Спасибо. Вот полифония музыкальная. Музыкальное вино специально для музыкантов. Слушай, ну Северное сияние, ты знаешь, я первый раз попробовал, мне понравилось. Слушай, я не удержался, в Фейсбуке повесил. Да? Потому что это ад, это ад настоящий. А у меня, у меня все... Я вижу, что ты нервничаешь. Я вижу, но не надо же настолько. Я так притих, у меня так пошло, все успокоилось. Ты знаешь, я даже увидел слегка Северное сияние вот это. Слегка, да? Кстати, были на гастролях в Мурманске, заехали в Норвегию на кинофестиваль, встретились с замечательным кинорежиссером и увидели Северное сияние. Я расскажу, что она имеет в виду под Северным сиянием. Мы в Кишиневе после концерта встретились, и он мне показал удивительную бутылку. Я думал до этого, что самое страшное, что человечество могло изобрести, это Солнцедар. Это то, что мы пели в юности. Я ошибся. Портфель. Значит, Северное сияние. Это бутылка от шампанского, только прозрачно, с фольгой, с пробкой, закрыто. Северное сияние, красиво написано. Спарклинг водка. Я не поверил. Я открыл. 24 градуса крепости и... 40. Мне там 24, на самом деле. Все-таки 24. Она пища на 40. Мне показалось, что 40, но потом я тщательно изучил на отрезвую голову. Все-таки 24. Но, знаешь, счастье это не прибавляет. В общем, совершенно нормально газированная водка с легким запахом шампанского. Рога в землю. Просто. Я тоже очень притих, так успокоился. И мы поехали отдыхать. Северное сияние. Так, все. Кладу лапшичку. Это лапша домашняя. Есть тоже масса способов приготовления мамалыги. Но самое главное, чтобы не было комочков. Значит, если у вас есть кукурузная мука, вы можете все это дома приготовить. В казане желательно. Потихонечку подсыпаете и мешаете. Скажи, пожалуйста. Пока не закипит. Вот эта полента, она бывает разной крупности. Абсолютно. Надо какую брать? Мелкую. Мелкую. Мелкая совсем как мука бывает. Дело в том, что ее и едят по-разному. Допустим, в Трансильвании и в Румынии едят более жидкую мамалыгу. Вот грамм Дракула любил жидкую. А в Молдове ее варят так плотно. Как хлеб уже. Просто бросают на деревянную, значит, на деревяшку. Она как солнце вот так вылупляется. И шкварочки. Шкварочки, брылзочка. Мужде сейчас мы сделаем. Надо намять. Я привез молдавского чесночка, не китайского. И вот она, смотри, смотри какое солнце. И она потихонечку. Плотность по краям. Да, да, да. Она схватывается, плотность увеличивается, увеличивается. Мы ее еще сильнее. Тут нет соли, ничего нет. Пока нету. Но мне посоветовали. Сказали, Рома, обязательно добавь немножко сливочного масла. Она будет вкуснее. Это же каша. В начале или в конце? Можно и сейчас. Каши варим. Отлично. Можно еще? Да. Ну ты же знаешь поговорку. Чужое масло не жалеют обычно, замечал. Кашу маслом. Слушай, а замочка? Сейчас проверим уже. Ну хоть на гастролях поедим нормально. Слушай, ну подожди. Ну вот мы сварили здесь курочку, да, вынули ее. Вон она это увидела ее. Уже забросили. Уже положили. Порвали ее в клочья? Да. Обязательно. Порвали в клочья. Обязательно. Так, теперь. Отпассировали вот эту штучку. Обязательно. Пока обычный куриный суп лапша. Пока. Да. Но если уж тянут, который вы не добавляете. Сейчас главный момент. Борщ. Сначала я попробую. Главный момент. Подожди. Солено уже? Угу. Я не люблю слишком соленое сейчас. Так, наливаем. Не упусти, не упусти девочку нашу. Вот это очень действительно ключевой момент. Знаете, как она пыхает? Да. Тут она не подгореть должна, да? Нет, нет, она никак не подгорит. Никак не подгорит. Главное ее уплотнить достаточно. Поварить крышечкой, чтобы она проварилась, чтобы она не была сырой внутри, чтобы она не расцепалась. А потом мы ее, тоже момент очень красивый. Солнце взойдет. Еще такой вопрос. Заму любят некоторые кислую, а некоторые среднюю. Есть слабые. Вот сейчас попробую, Андрей, как тебе? Добавить еще кислоты или достаточно? Еще чуть-чуть можно. Да ты посмотри, это же зарождение земли. Ты посмотри. Все. А? Гейзеры. Я вообще обожаю вот этот цвет желтый. Все, я бросаю зелень. Это... Давай. Слушай, как хорошо, что ты приехал здесь. Замечательно. Я бы здесь завел, увяз бы просто. Да. Динамика бы... Провалилась бы динамика. А так она... Господа. Должен сделать еще одно заявление. В общем, по советским временам мы хорошо помним молдавские вина, негр да пуркарь, был такой каберне с красной этикеткой и серебряным аистом на нем. Гратиешты всякие и прочее. Рост де масса. Оно популярно было очень в Советском Союзе. Везде продавалось. Не скажу честно, что это было лучшее вино в мире. И вот я долго не пил молдавских вин. И тут мы оказались на гастроли в Кишиневе. И я смотрю, в ресторане огромных два шкафа с разными этикетками. Я понимаю, что это разные дома уже винные. Разная фирма. И говорю, угостите каким-то вином. Он говорит, каким? Я говорю, ну хорошим. Он говорит, у нас очень много сейчас хороших вин появилось. Я думаю, выпендривается. Он говорит, вы скажите, какой сорт винограда? Там, мерло вам подходит. Я говорю, отлично, дайте мерло. Он приносит фантастическое вино. Я страшно удивился. Позвал Кутикова, он у нас специалист. Он тоже удивился. И вот мы два дня там вкушали вина. С наслаждением. Просто это возрождение молдовского вина. Я их поздравляю. Абсолютно. Ты прав. Абсолютно. Мы сами удивлены. Мы сами удивлены. И я недавно обнаружил, буквально рядом со своим домом, так называемая винория. Раньше были подвальчики вины на базаре. Там такое домашнее вино разное. Здесь винария. Я захожу и я сам потерян. Вы это не пробовали? А вот это не пробовали. А вот это делает ваш друг Костя, который писал вам первые текста. Учился. Господа, я вам благодарен безмерно. За радость жизни. А я вам скажу. День начатый с глотка вот такого вина плохим быть уже не может. По виду уже очень похоже. Да, да. Кстати, Рома, ты забыл вот что. Ай-яй-яй. Мы забыли. Туда, да? Да, чуть-чуть. Ну, я так меленько порежу. Для красоты. Для цвета. Да, да, да. Такая меленькая соломочка должна быть. Отвлекся на минуточку. Присохла мамала. Все отлично. Она наоборот проваривается. Она же должна... Все, она готова, в принципе. Пускай... И суп готов. И у нас остается еще целых 10 минут на радость. Нам нужно... Значит, закуска Гайдука готова. Сейчас мы быстро уберемся. Подводочку готова тоже. Кто вино не пьет, значит, у нас мамалыга почти что готова. Зяма готова. Вино открыто. Все убираю. Все убираю. Все убираю. Все убираю. Черный перец. Перец я положила, да, все уже. А, вот что нам осталось. Я понял, друзья мои. Значит, у нас вот это муждей, который в прошлый раз ты... Тебе послышалось муждей. Таких слов не надо. А, да. А, да. Значит, нужно еще брынзу натереть на терочку. Брынзу на терочку. Не было ложечки. Все равно бардак. Где, 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 где? Что он? Вот такая вот... А, вот. Цыгарский бардак такое имеет место, понимаешь? Все равно не получается вот этой французской чистоты и изыск. Ну, никак. Мы как на рыбалке, знаешь, вот готовишь. Вот сметана. Достаточно все равно чистый. Очень красиво. Без драк. Муждей. Без мордобоя. Так, муждей. Муждей. Вот в такую же пиалочку сметану можно, чтобы красиво было. Есть такая же пиалочка? Сейчас найдем. Вот так. Ну вот. Ну вот и все. Ну вот сметана. Значит, нужно еще брынзы натереть сейчас. Натереть куда? Такую же пиалочку. Давай. Это главный момент. Да, главный момент. Такс. Ну-ка. Она жидковатая. Она жидковатая. Она жидковатая. Она... Мы... Я ее не сделал жесткую. Не капринички. Не важно. Не важно. Ёб твою. Отлично. Мамочки, ну ты что? Это совсем... Вот она. Красавица. Значит, рассказываю. Вот мамалышка. У нас она получилась такая. Она проварилась. Жидковатая. Мы сварили такой экспресс. Смотри, там ни соли, ничего нет, да? Ничего нет. Это же брынза соленая. Смотри. Кукуруза и вода. Берем, значит, берем мамалышку. Шкварки мы не делали. Вариаций тоже множество. Да. У нас простой вариант. Мамалышку. Макаем в муждей. Можно в вилочкой. Чесночок. Можно и вилочкой. В сметанку и в брынзу. Это уже аккорд. Меня смущает слово муждей. Жидкового происхождения. Интересно. Ну, есть очень много старых слов. Горячая. Есть очень много старых слов. Архаических. Ничего, ничего, ничего. И в брынзу. Слушай, ну. Тихонечко. Мне надо подождать. А-а-а-а. Этот человек пил стальной расплав. Я. Да. А вот эту штучку. У нас в России супом водку закусывают только недобитые. Да. Большевиками помещики. А мы оперируем закусками горячими. Когда-то их замечательно мамалыгу готовили в славянском базаре. Слушай, это очень вкусно. И именно потому что сочетание абсолютно пресного с чесноком и с очень соленым. А сметанка все это увязывает. Господа. И это все био, эко, чистая душа, от души. Это безумно интересно. Балканская кухня. И, как вы видели, просто. Как все народное, очень просто. Безумно вкусно. Ваше здоровье. Господа удавы. С pintura. Покажи. Покажи. С pintura. Толстан Ну может споем? Давай. А ты мне grew up? Я тут захватил молдавские головные уборы. Так, а может быть уже фаршик уже сняли? У меня вот точно такой же, поэтому он совсем не болгарский. Хороший юмор, хорошая музыка, хорошие блюда. Я желаю смаку только добра и долгих лет жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Что обозначает, дорогие друзья, это обозначает, когда пьешь с хорошим человеком вино, то и еда становится лучше, еще лучше. Спасибо, круто. Андрюша, спасибо. Андрей, извини. Андрей Вадимович, спасибо за то, что благодаря программе СМА я научился готовить заму. Да, это, кстати, первая зама Ромы в жизни. Вот когда тебя прижало, ты начал учиться, а так я готовлю дна. Я была впечатлена, как ты лук нарезал. А потому что я люблю машину времени, искренне, мне приятно. А Андрея? Очень. А знаешь почему? Потому что когда мне говорят, я говорю, ребята, спокойно, спокойно, я говорю, спокойно. Во-первых, когда я приехал первый раз, он взял меня, посадил в автомобиль. Мы не знакомы были. Посадил на колени. А отвез на юбилей к Александру Градскому, посадил в первый ряд, провел за кулисы, поступил как человек, и мне было приятно. Это очень здорово. Это классно. Вот самое удивительное, что я всех этих гадостей уже не помню, а он помнит. Я помню. Сити, семена, добра, любви. Потом Градский нам рассказал про, мы на юбилее еще встретились, он рассказал про оперу. Мы ее послушали тоже, он уже поставил, мастера Маргариту. И вообще, когда я увидел, я очень увлекаюсь сейчас фольклором, и увидел песню «Скомарохи». И в первом ряду я смотрю, стоит машина времени, Градский на гипсоне двух грифовом нарезает, такая живая музыка. Фольклор, только русский фольклор. Невероятно, да. Я слушал его русские песни, но этой песни там не было в сборнике. Я сразу нашел текста. Ромка, смотри, вот она застыла. Вот, да, вот это уже как хлеб. Можно брать ее руками. Но теперь, именно в этот момент, мы с этой с вами кухней перемещаемся. Потому что здесь сейчас начнется съемка. Афигант. Под это придется налить водки. Это значит, что все следующие три программы будут скомканы. Абсолютно. Мне же еще с другими они работают. Абсолютно радость. Светлый раскидок. Поэтому я ее, конечно, отведу. Вы ничего не бойтесь. Насчет водки я себе представлю. Андрей, после курочки капусточка с баклажаном идет идеально. Ребята, все продукты аутентичны из базара. Я не мог себе сфальшивить. Все по-настоящему. Налетай. Абсолютно. Но вот такие вещи я, в общем, в азиатских наших странах ел похожие. И у узбеков похожие и в Алма-Ате. И, по-моему, в Грузии делают что-то похожее. Да, везде по лентам. Ну вот это, это отдельная штука. Вот это отдельная штука. За отдельные вещи. Будьте здоровы. За дружбу.